Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера» и «Марибохуа». Давайте подведем итоги дня. Готовы? Начинаем! Сделаю дорогу прямиком до Фемиды. Первый этап строительства автодороги. До удачных кооперативов в северной части города начался. Ее протяженность составит 6 километров. Автотрасса будет проходить через Дентеллира, Удача и Сатурн. Первые три километра компании УДС планируют одеть в асфальт уже в этом году. Строительство пройдет в несколько этапов. Сейчас идет монтаж бортовых камней, укладка щебней и обустройство тротуаров. Со временем появится и велодорожка. На объекте работает 25 человек и 15 единиц техники. Обычная автомобильная дорога, щебеночное основание 24 сантиметра и два слоя асфальтобетона. В этом году мы уложим нижний слой асфальтобетона. После того, как уже будет выполнено вообще все четыре этапа, мы пройдем верхним слоем асфальтобетона. На улице Петуха ремонт дороги уже закончен. Новый двухслойный асфальт лежит на 15 тысячах квадратных метров. Устранены просадки, укреплены обочины, установлено ограждение, нанесена разметка. На финишной прямой и реконструкция проезжей части на улице геологоразведчиков за лето дорожники выполнили огромный объем работ. Львиная их доля, замена инженерных сетей, теперь идет укладка асфальта. Со временем вдоль дороги будет полноценная зеленая зона. Буквально 3-4 дня и должны запустить движение. Благожданное. Нужно потихоньку открывать, потому что люди с опусков возвращаются. Хотелось бы, чтобы неудобств осталось меньше в городе. Дорога преображается, стало шире, добавилась полоса. В районе поворота на Ленинградский проспект даже есть часть разделительной полосы устроена. Есть определенные проблемы. За моей спиной стоят вот эти ларьки из 90-х. Значит, они как раз сейчас не дают строителям полностью заниматься тротуарной пешеходной частью. Здесь также будет маленький сквер. На сегодняшний день вопрос поставлен о выкупе этих участков, этих торговых объектов. До квартиры с комфортом в рамках капитального ремонта в многоквартирных домах микрорайона Восточного и Северной коммунальной зоны заменят лифты. Подрядчик компания «Регион техсервис» закупает все необходимое оборудование у отечественного производителя из заводов Белоруссии. Весь процесс займет от полутора до двух месяцев. Работы будут проходить в несколько этапов. Сначала демонтаж шахты и кабин, затем отделка и установка нового оборудования. Подрядчик дает гарантию на пять лет. В некоторых домах уже установлены кабины лифтов. Продолжаются пусконаладочные работы. Согласно контракту, срок выполнения работы у нас до 25 августа. Сейчас уже заканчиваются пусконаладочные работы в отношении всех четырех лифтов. Параллельно уже ведутся работы по замене электроснабжения и систем освещения. И уже закупается материал и ставятся бригады на отделочные работы. Знаете ли вы о том, что если не оплачивать счета за электричество до месяца, то вас могут отрезать от этой услуги? Всего ямальцы задолжали за свет больше 55 миллионов рублей. Согласитесь, цифра шокирует. 900 квартир самых злостных должников. Энергосботовая компания уже обесточила 30 с лишним. Приходится на Новую Рингой. По некоторым адресам приходится выезжать несколько раз после того, как неплательщики самовольно подключаются к сети. Вместо того, чтобы заплатить и пользоваться услугой законно. В этот раз электрики нашли три такие квартиры в микрорайоне «Энтузиастов» в Тундровом и на проспекте Губкина. Теперь жильцам, кроме долга, светит еще и штраф. Сейчас мы отключаем квартиру. Она у нас ранее была отключена, но самовольно подключилась к электроэнергии. Данная квартира не оплачивает более двух лет потребленную электроэнергию. Это считается административным наказанием, что приводит до 15 тысяч рублей при повторном возобновлении до 30 тысяч рублей. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие, были скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка. Осторожно, взрывоопасно. По легенде, в детском саду Умка обнаружили бомбу. Несмотря на то, что это был муляж, действовали силовики, как при настоящей чрезвычайной ситуации. Как прошла эвакуация детей и кто, кроме Росгвардии, приезжает на вызов на заминированный объект, узнаете из сюжета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Имитирующее устройство, взрывного устройства. Я его расположу на здании и буду смотреть за действиями сотрудников, сотрудников охраны, а также сотрудников Росгвардии. Персоналы детского садика должны немедленно эвакуироваться, а также действовать согласно алгоритмам. Нажать кнопку тревожной сигнализации и доложить из СН-113, полицию, МЧС и скорую помощь. Эвакуация обнаружена подозрительная дробь. Пришел сигнал от охранника на входе, что обнаружили бомбу. У нас есть кнопка вызова Росгвардии. Нажимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш сад будто захватили. И мы вышли на улицу, чтобы эвакуироваться. Там бомба была. Бомба. И тут произошла какая-то опасность. И тут мы одеялись сразу и пошли на улицу. В то время прибежали быстренько и обестрелили бомбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрудники детского садика справились с задачей. Действовали согласно алгоритмам. И благодаря этому сотрудники Росгвардии и полиции немедленно реликвидировали подозрительный кабинет. 12 августа в России отметят День физкультурника. Судя по количеству мероприятий у нас в городе, этот праздник почти так же популярен и любим, как Новый год. Сотрудники местного транспортного отдела полиции отправились на пришкольную площадку. Они рассказали ребятам о своей профессии, но главная их миссия – зарядка со стражем порядка. То есть мы блокируем удар гражданину. Проходим с линии атаки, фиксируем его, хватаем ручку и тихонечко вот так вот роняем гражданина. После чего уже надеваем нарушение. Транспортный полицейский учит детвору пришкольного лагеря лета приемом борьбы. Эти знания помогут защитить себя в случае нападения. Но важна еще хорошая физическая форма и без ежедневных упражнений тут никуда. Зарядка со стражем порядка – акция всероссийская. Она приурочена ко дню физкультурника. В лице детей мы будем воспитывать новое поколение, возможно новых сотрудников полиции. У кого-то появится желание пойти, проходить службу в наших рядах. Так, чтобы дети не боялись сотрудников полиции в случае возникновения каких-либо противоправных действий в отношении них. Вообще где-то что-то испугались. Они могли доверять и смело подходить к нам, обращаться со всеми своими просьбами. Мне очень понравилось одевать бронежилет. В нем себя чувствуешь безопаснее. Тяжелый? Ну, примерно как мой ранец. Но они сильно тяжелые, то есть стоять можно. А еще в арсенале тренера в форме – шлем, резиновая дубинка, наручники и учебное оружие, которое нужно правильно разобрать и собрать. Данный вид оружия применяется как в автоматическом варианте стрельбы, так и в одиночном. Зажег – 30 патронов. Служба в органах внутренних дел сложная и очень интересная. Теперь ребята знают азы профессии и порядок действий при возникновении различных экстренных ситуаций. Но главное – важность здорового образа жизни. Алена Ядния, Виктор Атленко, информационное агентство «Импульс Севера». Но в урингуйце в своем большинстве со спортом в хороших отношениях. Одно лишь количество заявок на ямальский марафон это подтверждает. Есть и такие, кто не просто дружит со спортом, а посвятил ему жизнь. Например, герой нашего сюжета, кажется, имя и дата рождения определили его карьеру. Абдулсамед и Рустамова знают тысячи новоуренгойских девчонок и мальчишек, а также их родители. 36 лет в новоуренгойском спорте. Больше половины из них прошли в школьном спортивном зале. Начинал чуть-чуть немножечко в третьей школе, а потом перешел в пятую школу. Свыше 15 лет работал в пятой школе, начинал с учителя физкультуры, становился заместителем директора этой школы. Потом перешел в спортивный клуб «Олимп» руководителем. И далее вот спортивная школа «Юность», по сей день работаю. Такая многолетняя преданность своему делу о чем-то говорит, например, о надежности. Кстати, об этом же говорит имя нашего героя. В храмах есть такие столбы, которые стоят, их как-то держится этот храм. Вот именно с перевода с арабского именно это и означает. Не знаю, можно верить в нумерологию или нет, но я прочитала, что число вашего имени 6, и люди, у которых вот это число имени, у них врожденное чувство справедливости. Как думаете, это про вас? Может быть, вы поэтому все время судья главный на многих соревнованиях? Вот. Вы знаете, очень люблю справедливую справедливость. Очень не люблю абсолютно вот какие-то нехорошие вещи. Всегда люблю оценивать, всегда люблю подойти ко всему тому, что есть. По-честному, как положено, по-профессиональному, по-другому. Просто не поступаю. Спортивные секции – это дополнительное образование, поэтому все соревнования и массовые мероприятия проходят во внеурочное время. Так что календарные выходные для Абдулсамеда Рустамова – самый разгар трудовой недели. Нужно сказать огромное спасибо супруге, которая это понимает, и никогда нет у нас по этому поводу разговоров. В задачи директора спортшколы входит организация спортивно-массовой работы и учебного процесса. Времени на работу с детьми не остается. Но спортивный наставник с теплом вспоминает прошлые годы. Часто пересматривает снимки, помнит своих учеников по именам. Урок физкультуры, значит, волейбол на уроке. Это старшие классы, девушки. Это команда студентов ТГУ филиала. Вторая такая команда. И у меня было их несколько поколений. Встречаемся где-то, если... Абдулсамедович, здравствуйте, как волейбол? Что с волейболом? Я говорю, волейбол теперь у нас в спортивной школе. Фотография, на которой запечатлели молодого тренера, только прибывшего с юга страны на крайний север, ему особенно дорога. В ноябре приехал. Меня настолько напугали, что здесь очень холодно и так дальше. Приехав сюда, я тут же приобрел унты такие, такой вот очень овчинный тулупчик. И вот в овчинном тулупе в унтах я зашел в зал. В спортивной школе «Юность» действуют четыре отделения – волейбол, баскетбол, плавание и настольный теннис. Периодически руководитель заглядывает на тренировки, наблюдает за тем, как идет процесс. Давайте попробуем посчитать, вот реально, правила скольки спортивных игр, вы знаете. Давайте, я буду загибать пальцы. Да, ну, значит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, значит, лыжные гонки, вот, что у нас непосредственно в школе, пулевая стрельба, практически все виды спорта, те, которые, ну, кроме единоборств. И, конечно же, плавание. Директор спортшколы ждет завершения реконструкции бассейна на северной части города, наблюдает за ходом работ, предвкушая, с каким восторгом будут заниматься спортсмены в новых комфортных условиях. На табло будут отражаться все результаты детей, которые будут финишировать, соответственно, тренеры не будут находиться с секундомерами, это все будет отображаться на экране, родители тут же будут видеть результаты своих детей, это, конечно, очень мотивирует. Абдулсамет Рустамов родился 12 августа, в день физкультурника, и празднует в этом году юбилей. Видимо, любовь нашего героя к спорту была предопределена. За годы работы он награжден двумя знаками – отличник физической культуры и спорта, а также почетный работник общего образования. Мне очень приятно, но я хочу сказать о том, что я очень благодарю тех людей, которые всегда идут рядом со мной, моих коллег, единомышленников, с которыми мы вместе идем, соответственно, благодаря их труду получается тот результат, которого мы добиваемся. В нашем регионе продолжается неделя традиций и родных языков коренных северян. Одно из событий тематической недели – мастер-класс по изготовлению традиционной ненецкой игрушки пяшку. Она очень похожа на юлу, только делают ее из дерева. Научиться резьбе можно было в Центре национальных культур. Для коренных народов работа с деревом больше необходима, чем просто развлечение. Так взрослые приучают малышей резьбе, чтобы в будущем они смогли сделать нарты. Это основной транспорт кочущих народов. Нас родители воспитывали к тому, чтобы все делать своими руками. И мы игрушки делали своими руками. Ненецкие детишки, которые уже кочуют, которые ведут традиционный образ жизни детей, они с малых лет приучены к тому, чтобы как правильно держать нож, как правильно строгать, какую древесину брать для изготовления нарт тех же, тех же игрушек. Поэтому, чтобы максимально ребенок приучился к строганию, изготовлению вот этих детских игрушек, они начинают в первое время вот это именно спяшку называется. Это как юла. Вот это самая элементарная игрушка. В субботу в свет выходит новый номер городской газеты «Правда Севера». Наши корреспонденты расскажут вам, куда писать, чтобы губернатор наверняка прочитал ваше обращение. Почему северянам запретили ходить в лес и когда снимут этот запрет? Можно ли вернуть ребенка, если его забрала опека? И много другой полезной и интересной информации. Впереди долгожданные выходные. Как провести их весело и с пользой расскажем в нашей афише. Увидимся на марафоне, друзья. Напомню, «Импульс Севера» будет вести прямую трансляцию мероприятия. Смотрите нас на 22-й кнопке на сайте и в социальных сетях. Смотрите нас на 22-й кнопке на сайте и в социальных сетях. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»